Снег Ну что, конец зимы, снег пошел? Шмяк сидит на столе, наблюдает. Домой зову, ни за что не идет. Сначала шел дождь, а теперь вон какой снег посыпал хлопьями. Ну, красиво, конечно, красиво. Но лучше бы, чтобы совсем было тепло. Зачем он нужен сейчас, снег? Когда конец зимы. Красота какая. А тут, Варик, не видишь? Вот здесь вот яйца. Видишь? Ага, понятно. Значит, нож ты не сломал. Ты только мясо потерял. Ага. Теперь любимая игрушка у нас. Вот эти вот овощи. Только надолго ли? Вообще Максюша совсем не умеет с игрушками играть. Ему одному всегда скучно. Сейчас вот болеет, сидит дома. Вот уже неделю мы с ним сидим. Мама у нас работает. Ведь она одна в киоске, сменщиков ей нету. И там нельзя болеть. Сейчас киоск хороший, с прогрессивкой, рядом с домом в двух шагах. Вот поэтому бабушка сидит. Молодец. Нос не тягай, надо высморкать. Что ты там готовишь? Фруктовый салат. Фруктовый салат готовишь? Ага. Ну давай готовь. Вот так вот. Вот так вот мы играем. Максим готовит. Бабушка должна кушать. Сейчас. Ой. А я добавлю салатки. Мясо только кусок потеряли. Вот так вот в доме у нас пропадает. И потом найти просто невозможно. Вот играл же здесь, на диване. На кухню выходил. И куда пропало мясо? Кого просить искать? Вот видите, как разрезаются эти фрукты. А чего ты в банку складываешь? Я же тебе тарелочку дала. Ты что, меня с банки будешь кормить? Или это у тебя кастрюлька? Это кастрюлька. Или это... Ну ясно. Там просто перемешаешь, а потом мне выложишь на тарелочку, да? Ой, я давай шоколад потереть. Так, шоколад еще надо потереть. Все понятно. Ну давай. Ты кастрюлю. Понятно. А ты ее давно делала. Хорошо, давай, мой золотой. Подчерствел батон. Не совсем черствый еще. Смотрите, еще как бы можно кушать, но мы такое уже не кушаем. Хотя очень мягкий хлеб. Говорят, что не полезно. Хотя сухари делаем. Сухари делаем. Да, Максим уже кричит. Вы знаете, я в прошлый раз сделала такие сухарики. И Максим моментально похрумкал их. И все вот так вот идут мимо миски. И хрум-хрум. А батон, разве кто-нибудь черствый, кушал бы. Вот я уже духовку разогрела. Сейчас я эти сухарики поставлю в духовку. Заодно варятся макарошки, потому что Максим закомандовал, что он хочет запеканку. Вот любим мы макароны, любим запеканки. Кашу чуть-ничуть гречневую доели. Вот, теперь варятся макарошки. Сейчас уже будут готовы. Потом вобью яичко, яйцо. Сахар сюда добавлю. И зажарю ему. Пока готовится Максима запеканка, надо мне уделить себе немножко время. Я решила сварить себе кофеек. Так, насыпаю кофеек. В банке у меня еще все кофе тот, который мне моя подписчица прислала. Ну, а банка у меня от моего турецкого кофе. Вот если поеду в Турцию, обязательно себе такой опять куплю. Очень вкусный кофе. Ну, и тот, который мне девочка прислала, тоже в кофе просто бесподобный. Так, отрезается у меня полголовы. Ну уж, извините. Или надо показывать себя, или надо показывать руки. Даже не знаю, что. В принципе, я купила себе вот такую селфи-палку, которая становится... Вот, на эти самые... На подножки. Но она такая слабенькая, что надо все время караулить, как бы чего-нибудь не вышло. Максим тут свой нос тоже сует. Ему надо везде... Везде надо позировать. А когда вчера говорю, Максим, да я тебя сфотографирую, он мне говорит, я не люблю сниматься. Это как мама уже... От мамы... От мамы уже взял. Девчонки, как тяжело целыми днями сидеть с ребенком дома. Это просто какой-то кошмар. Так, что это у меня получается? Так, куда ты лезешь, дорогой ты мой? Привет. Против света очень плохо смотреть. Отсвечивает совсем. Кто... О, я совсем белая получаюсь. Даже не знаю, куда поставить лучше. Так, окно отсвечивает. Тут лампа отсвечивает. Вот. Ну, что ты щелкаешь? Оно же это ж не работает. Там должно в камере все подключаться. Это вот он с пятницы. Уже целую неделю сидит дома. Каждый раз надо думать, что это чем-то его накормить. А он такой тоже, как и кот наш. Как и кот, да? Выпендрежник? Это он не любит. Это он не хочет. Это моя игрушка. Да. Да, вот. Духовка горит. Уже там сухарики мои сушатся. Ну, все. Это уже температуры нету. Ребенок уже выздоравливает. Уже бесится. Ну, в принципе, слава богу. Да. Ну, кушай. Все. Запеканка у нас готова. Вот такая вот запеканка получилась. Разорванка. Вот. Развалилась она у меня вся. Но это не важно. Максюша. Вилочкой. Вилочкой, а не руками. Вот. А я себе сварила кофеек. Так что... А может запеканки с Максимом поесть? Потому что получилась большая-большая сковородка у меня. Кофеек горячий. Кофеек горячий. Вот. Сейчас Максима накормлю. Сама кофееку попью. Я уже постирала. Сегодня делал тоже вот так вот. Делал море. Сухарики стоят. О, сухарики у меня еще в духовке стоят. Не забыть бы, иначе будут угольки. Вот. Потом надо помыть газовую плиту. Надо помыть раковину. А потом сделать свежий маникюр. Потому что пока повозилась тут во всем в этом ногте. Немножко прямо как-то облупились. А потом мне еще сегодня идти за заказом Фаберлик. Вот так вот. Погода ужасная. Но идти-то надо. В прошлый раз так не привезли. Не привезли заказ вовремя. Очень большая загрузка. Максим, вилочкой, вилочкой. Аккуратненько. Горячий. Не лезь туда внутрь. Сверху бери макаронинки. Вот. Большая загрузка перед праздниками. Уже, что творится. И не приходят заказы. Поэтому я сначала сегодня, наверное, позвоню туда Ире. Если, может, заказ не привезли, чтобы мне не тащиться. А пойду только тогда, когда придет уже Ариша. Тише. Не кричи, пожалуйста. Когда Ариша придет. Только тогда я смогу пойти. Максим уж я не оставлю одного. И с собой не потащишь его. Да куда? Даже если бы он был здоровый. Ну куда я с ним пойду? Сумка. Максим в руках. С Максимом далеко никуда нельзя ходить. Я могу с ним только во двор выйти, смотреть, с ним гулять. А куда-то так вот зачем-то куда-то. Ну можно, конечно, пройтись, в парк, допустим, дойти. Но не куда-то по каким-то делам. Горячий кофе. Горячий. Вот так что вот такая вот, девочки, у меня неделя. Неделя вот такая вот, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, неделя. Сразу, конечно, когда позвонили с сада, что у него температура высокая. Ой, сразу испугались, как бы чего нехорошего не получилось. Вызвали врача. Врач послушал, сказал, в легке все чисто. Ну, говорит, гланды у него, как-то сказать. В общем, пощупала, сказала, что пила антибиотики. И назначила ему разные там лечения. Ну, Ариша швоет, приходит с работы, ведет его на прогревание. Нос греют, горло греют. И спинку греют тебе, вот. И грудку греют. Все это ему греют. Но вот сегодня, Ариша говорит, плохая такая погода. Сыпется, льется, все кругом, говорит. Наверное, я его сегодня не поведу. Еще давно лечится. Вот, говорит, зачем ребенку по такой сырости. Максюша, кушай, пожалуйста. А три кроватки есть. А то еще больше заболеет. Ну, вот еще. У доктора три кроватки есть. Хорошо, Максюша. В пятницу уже к врачу. Я думаю, что там закроют больничную. Но потом уже все равно суббота и воскресенье. Так что, Ариша, работай-то мне. А он так огромный. Вот так вот. Вот такая у меня эта неделя. Веселенькая, веселенькая. Да, вот он мне показывает, что да. Веселенькая со мной неделька. Вот и сухарики готовы. Вот такая мисочка прошлый раз у меня была. И ушла она у меня буквально за два дня. Кто мимо проходит стола, всех клюют эти сухарики. А булка могла пропасть. А еще из булки, из батона, если он остается, я просто сушу его кусочками. А потом натираю на терке. Делаю сухари для панировки. Вот так, вот так я экономлю. Делаю сухари. Делаю сухарики. Продолжение следует...